Ранил, ранил, убил. В моем детстве эта игра называлась «Морской бой», и тогда я не могла даже предположить, что, будучи взрослой, вновь о ней вспомню. Но пришел миллениум, и игра стала реальностью. Повышение пенсионного возраста? Не, не убила, только ранила. Снижение качества жизни? Тоже еще на плаву. Ну тогда СВО, это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Ермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Военные рельсы, на которые негласно встала наша страна, уже дают первые результаты. В армию сразу после школы, заключенных теперь вербуют Минобороны. Об этом я уже рассказала в своем субботнем выпуске на канале «Ермак Медиа». И вот то новое, чего ожидали, но боялись владельцы бизнеса. Первый вице-премьер Белоусов на этой неделе предложил собрать с крупных игроков рынка добровольный однократный взнос в бюджет в размере 200-250 миллиардов рублей. По мнению инициатора побора, финансовые результаты прошлого года у многих компаний были сильно в плюс. Это сейчас была цитата. Ну и типа неплохо было бы поделиться, а мы вам за это оставим прежний уровень налогов. Но, как понимаете, это не точно. Пока, как говорит Белоусов, история со взносами носит исключительно добровольный характер, поэтому успевайте отметиться первым. Но хочу заметить, что в слове «добровольный» господин Белоусов совершил сразу несколько ошибок и пишется это слово совсем по-другому. Впрочем, спустя сутки бизнес встретил инициативу вице-премьера известной медведевской фразой «Денег нет, но вы держитесь» и предложил переиграть игру по новым правилам, по тем самым, где нагрузка распределится поровну. То есть в пополнении казны будут участвовать абсолютно все, не только акулы, но и моллюски. Речь, естественно, идет о повышении налогов. Но такой формат общения Силуанова и Белоусова явно не устроил. Тем более, что подобное с Белоусовым уже наблюдалось в 2021-м. Тогда он предлагал обобрать металлургов. Они отчаянно сопротивлялись и сдаваться не собирались. Сейчас по их пути пошел и крупный бизнес. Белоусов вновь разглядел лишние деньги в чужих карманах и нашел способ их применения. Но вот возможность изъятия до конца не продумал. А вообще, друзья, это как-то по-российски. Когда в 2020-м весь бизнес загибался и его буквально лихорадило от отсутствия прибыли и наличия на балансе сидящих дома сотрудников, Белоусов молчал. А когда в 2022-м у кого-то вдруг наметилась сверхприбыль, Белоусов решил ее отжать. Странно, что не национализировать бизнес вообще. А то опыт как бы уже имеется. Остался один маленький шаг решиться на этом. А тем временем ПИС продолжал обретать фееричный размах. В среду стало известно, что Роскомнадзор действительно не дремлет. И последние три года усиленно собирал информацию о людях, которые в потенциале должны были стать иноагентами. Всего во взломанном Роскомнадзоре числилось около восьми сотен граждан. Из них 139 человек уже получили статус иноагента. Остальные остаются в разработке. Сообщается также, что в поле зрения РКН попали и рядовые горожане, являющиеся лидерами общественного мнения. В списках значится 472 таких человека, за высказываниями и соцсетями которых ведется ручное наблюдение. Но я скажу вам и больше. В разработку попали даже те, кто когда-либо сотрудничал с потенциальными иноагентами. Это политологи, экономисты, ученые и общественные деятели. Все, все теперь под колпаком. Ну кроме тех, у кого лишь бы не было войны, сменилось на это не война, это освобождение. Да-да-да-да, это освобождение, но только кого и от кого еще большой вопрос. На этой неделе СМИ вновь заговорили об Украине, как о втором Израиле. Подобные речи уже поднимались в прошлом году, но носили исключительно российский характер. Типа Россия действительно проводит освобождение земель, но не от нацистов, а для иудеев. На этой неделе некий профессор Шептицкий озвучил совсем другую версию того же происходящего. Да, говорит он, одно слово из семи букв действительно заменит другое слово из того же количества букв. Но произойдет это на западной части государства и исключительно с подачи Америки и НАТО. Восточная же часть Украины будет признана Россией. То есть получается, что какими бы путями Израиль не шел к своей цели, он ее все равно добьется. И конечная цель, в общем-то, никем и не оспаривается. Вопрос только в том, под каким предлогом должна была начаться зачистка. Эээ, это что же получается, что господин Шептицкий намекает нам на то, что Россия начала эту спецоперацию в угоду Израиля? Ну, опустим все эти теории заговора и перейдем к более приземленному. Глава Бурятии, например, на этой неделе приобрел на российско-монгольской ярмарке в Улан-Удэ ковер с изображением российского президента. Обошелся он ему, можно сказать, по себестоимости всего 8700 рублей. Хотя на месте главы Бурятии я бы задумалась, а почему именно на этот ковер продавец сделал самую большую скидку? Первая покупка и мужчина покупает. Это хорошо. Хорошо. Очень дешево продавец. Сделано? Я убил, я убил. Я убил. Что-то ошиблись однако. Да, что-то ошиблись. Правильно цену назвали. Как же очень дешево. Ну, купил и купил. Но общественность теперь интересует главный вопрос. Куда? Бурят постелит ковер. Под ноги? Может быть опасно для жизни. Узнают, привлекут за... Впрочем, за что найдут позже. Главное было бы тело. Повесить на стену тоже не вариант. Подумают, что мишень и тоже накажут. Поэтому самым выгодным и безопасным вариантом, лично я считаю, оставить ковер в рулоне и желательно где-нибудь в укромном месте. Потому как если украдут и надругаются, виноватым все равно признают владельца. Но это правило почему-то работает только в одну сторону. На этой неделе, например, все мы слышали новости о тех страшных хлопках, которые привели несколько квартир в Тульской и Новосибирской областях к неожиданным перепланировкам. Тогда в моменте всем казалось, что администрация регионов должна пересмотреть свое отношение к обслуживанию газовых домов, активнее реагировать на вызовы, чаще проверять внутридомовое оборудование. Но нет. Потому что в четверг все федеральные каналы неожиданно сообщили о задержанных козлах опущения. Ими оказалась 45-летняя женщина и 25-летний парень, жители Омской области. По версии следствия, оба персонажа накануне трагедии ходили по квартирам и предлагали обслуживание газовых плит, в результате чего могла произойти утечка газа. А их Новосибирск сообщает, что в одной из квартир газовый мастер поменял газовый шланг на водную трубку, из-за чего газ начал сочиться в квартиру. Хозяйка, между прочим, заплатившая за эту процедуру 1600 рублей, вовремя опомнилась и вызвала стационарных газовщиков, которые заменили расходные материалы. И вот тут у меня возник вопрос. А почему россияне до сих пор платят за какие-то форс-мажорные ремонты? Ведь очевидно, что если бы такие услуги были бы для горожан бесплатными, то они не привлекли бы внимания мошенников. Да и жители сами не стали бы платить деньги за то, что предлагается к обслуживанию без денег. Но, видимо, в нефтегазовой державе руководствуются принципом с паршивой овцы, хоть шерсти клок, и пытаются заработать деньги даже там, где их реально копейки. А потом мы имеем то, что имеем. Впрочем, деньги, по всей видимости, у нас все-таки есть. Ну, раз собираемся потратить 830 миллионов рублей на систему распознавания лиц, которая в скором времени начнет появляться на выезде из России. Такой лот на этой неделе появился на сайте госзакупок. И, судя по окончанию, сделать это собираются быстро и максимально тихо. Причем не гнушаясь помощи дьявола. А иначе почему сумма контракта имеет шесть шестерок? В итоге, если дело выгорит, камеры распознавания лиц появятся на границе России с Китаем, Польшей, Литвой и Казахстаном. Правда, коснутся они пока только водителей. Но для чего система будет собирать данные в пояснительной записке, не уточняется. Впрочем, догадаться не так уж и сложно. Ну и последнее на сегодня. Последнее и, наверное, единственное, за что можно искренне порадоваться. Российский борц со спасателями на этой неделе вылетел в сторону Турции оказывать помощь в разборе завалов. Честно говоря, когда после землетрясения в Турции под каждой новостью я читала комментарии своих соотечественников о существовании бумеранга, я искренне недоумевала. Неужели эти люди настолько недалекие, что не понимают разницы между политикой и человеческим горем? Типа, что мы туда полетели, если Турция помогает Украине убивать наших солдат? Друзья, ваших солдат убивает не семья, заживо похороненная под обломками здания, и не двухлетний малыш, чудом оставшийся жить. Решение о поставке Байрактаров принимает Эрдоган, но его под завалами в Турции нет. Зато есть десятки тысяч обычных граждан, которые, возможно, и не в курсе всех политических дел, которые строили планы на жизнь и которые точно не голосовали за военный конфликт. Вот их, именно их, этих обыкновенных несчастных людей спасатели и отправились доставать из-под последствий землетрясения. И если в результате этого был спасен хоть один ребенок, выжил хоть один взрослый, то эта поездка была не напрасной. И кто и что бы там ни говорил про проблемы, про ответку в видеочередных Байрактаров, Я в очередной раз напомню, политика и люди – это разные вещи. Одни борются за деньги, вторые – за иллюзию безопасности, и только третьи сохраняют холодный разум и способность к анализу. Спасибо, что вы из третьих. Но у меня на этом все. Я благодарю вас за время, проведенное со мной. И напоминаю, что это был второй выпуск новостей, а первый мы уже загрузили на нашем канале Ермак Медиа. Переходите по ссылке в описании, и тогда мы точно не потеряемся. А с вами увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.